СПОРТИВНОЕ СТАФЕТО Хотелось бы рассказать и пригласить в воскресенье на стадион молодежный, это в Корабельном районе, Дю США 5, на 10 часов утра состоится полуфинальная встреча регбийного клуба Корабел, будет принимать команду из города Львова, Сокол, да, будет очень интересная игра, мы как бы готовимся, дошли до полуфинала, будем играть в разновидность регби, как регби-лиг, Как ЗБУ расскажу, что регби-7 является олимпийским уже видом спорта, да, там играют 7 на 7, 7 на 7 на поле, а регби-лиг будет на поле 13 на 13, два тайма по 40 минут, поэтому довольно будет очень интересная игра, ну, регби-контактный вид спорта, овальный мяч, так что будет на что посмотреть, будет очень интересно. Хочу сказать можно слово, мы дебютанты, получается, в регби-лиг, это регби-13, это наш первый сезон, и я считаю, что мы основную задачу свою выполнили, Мы вышли в полуфинал, считаю, что у нас в первую очередь был Харьковский Лизион, это чемпион действующий и неоднократный страны, команда у нас была в группе, это с кривого рога, ребята уже играют не первый сезон, и у них довольно-таки хороший опыт, ну, и у нас была еще сборная Донецкой области, также были сборники, Красноармейцы, да, сборные украинские игроки были, ну, я считаю... Ну, нас, да, приняли как темную лошадку, да. Вы как капитан команды, хотелось бы у вас узнать секрет, в чем же секрет вашего успеха, только вышли в эту лигу и сразу в полуфинал? Наверное, перед турниром надо правильно настроить своих игроков, своих ребят. Как же вы их настраиваете? Ну, это такие уже свои немного там, у вас, ну, такого как бы особого настроя, так нормально поговорить с ребятами, поставить задачу им и сказать, что это... Это довольно-таки агрессивная игра, есть ли какие-то такие агрессивные методы, чтобы ребята собрались? Суть вот, да, как все говорит, настроиться, ну, это командная игра, да, и надо, ну, командная игра с характером, и суть, чтобы каждый показал свой характер, ну, агрессивная, ну, сказать, да, показывает на поле свой характер. Можно сказать, игра хулиганов, в которой играют джентльмены, поэтому, как бы, и дети играют, сейчас, ну, это 10 лет, и, там, можно сказать, уже с 5 лет начинают играть, ну, даже для детей это проще идет, чем вот уже здоровым мужикам показать свой характер, который там, ну, нет, поэтому все выплескивается на поле в рамках правил, поэтому очень интересно. Какие перспективы у нашей команды в этом турнире, в этой игре? Ну, я понимаю, что мы... Да, сейчас вот полуфинальная игра, мы, как бы, не хотим, не хотим, да, сделать какие-то прогнозы, ну, как бы, мы настраиваемся, все, потому что это, как бы, нам даст и результат, все, выиграв полуфинал, выйдя уже... Цель у нас выйти в финал, да. Выйти в финал, да, конечно, в финале, уже о финале будем говорить позже, но сейчас вот полуфинал будет очень интересный, поэтому же команда непонятно. Простая уже, если взять, ну, мы с 10-го года занимаем, ну, развиваем рэгби вот в Николаеве, и вот команда собрала в 10-м году. Достаточно молодая. Да, да, 5 лет, то уже команда со Львова уже порядка, ну, во Львове уже там порядка лет 20 там уже трэгби существует, поэтому там у них уже и дети уже с юношеского возраста. Просто если у нас с 10-го года там возрастом 18 лет начали, ну, начали расти там, и разные группы пришли, это сейчас только вот начали там уже дети появляться, 10 лет, да, 8, ну, группы детские, поэтому... У команды соперника очень много преимуществ. Первое, это сам возраст команды, что на протяжении 20 лет они играют. Хотелось бы узнать, какие преимущества у нас, чем мы можем их победить? Мы можем победить своим коллективом, ну, как бы у нас довольно вот на протяжении, да, 5 лет коллектив не меняется, мы как бы дружно, слаженно, мы до регби как бы все общались, у нас как бы своя семья, и поэтому вот это как бы наша такая, как изюминка, что у нас не меняется, мы друг друга понимаем на поле, вот, если, ну, вот, на этом мы делаем акцент, что мы дружно выйдем, как говорится, и сделаем свое дело. Каждый, каждый за друг друга, типа, станет горой и будет. Рэгби очень командная игра, разучала также фраза, что это игра хулиганов, которые играют джентльменов. Хотелось бы узнать, кого вы можете пригласить в свою команду, вы понимаете, что малышей принимаете, какие качества должны быть у человека, чтобы он понимал, что он сможет играть, кроме физической подготовки? Ну, скажу, что в регби нету, как бы, таких физических 100% показателей, что человек там должен быть такого-то роста, там, такого-то, это, вот, образно даже посмотреть на нас, там, мы 95 килограмм, там, у Сергея 65 килограмм, там, и... Да, командует ребятами, которые там, ну, нету, нету, да, ограничений нету, есть свои позиции, каждый находит себя в игре. В регби приходят, ну, можно, приходят и после таких, ну, как бы, контактных видов спорта, против, после командных видов спорта, да. Поэтому... Главное быть, чтобы характер, главное характер. Да, как бы, основное качество, это характер, что есть, если нет характера, то, в принципе, если человеку интересно, то он у него, как говорится, в момент, в моменте тренировок, в моменте игры, ему придется его показывать, и потом он у него уже появляется, и растет качество. Поэтому таких акцентированных требований нет. Ваша команда очень молодая, хотелось бы узнать, насколько сложно руководить ребятами, понимая, что очень молодой вид спорта именно в нашей области, и тяжело что-то начинать. А вы уже капитан. Ну, спасибо большое ребятам, что они меня в первую очередь слушаются. У нас бывают проблемы с тренером, не всегда получается его найти. Как-то мы пригласили тренера с Одессы, но потренировалось немного, потом пришлось ему переехать в другой город, там, продолжать. Вот, и я, как бы, все на себя беру, и тренер, и капитан. Ну, большое спасибо, что они меня слушаются. Ну, дисциплина, да. Дисциплина должна быть, да. Если это пойдет хаос, поэтому, как бы, не будет, как такого, ну, командности не будет, поэтому стараемся придерживаться. В это воскресенье будет очень важная для команды игра. Надеемся, что одержите победу, будем держать вас кулачки. А какие планы вообще еще на будущее, на какие игры? Ну, вот, это будет, получается, полуфинальная игра. Потом, первого числа, октября, будет Кубок Украины в Харькове. Вот, нас там ждут, получается, ну, в Кубке, там, четыре, ну, шесть команд будет принимать, да. Вот, мы будем в этих, ну, входить в шесть команд, тут первого числа. Ну, и, как говорится, будет финальная игра. Надеемся, после победы в это воскресенье победить в финальной игре. А так уже сезон будет заканчиваться. Там, может, по Рэгби-7, да, будет чемпионат по Олимпийской семерке. То мы примем участие. А так уже где-то в ноябре уже сезон закончится. Ну, будем готовиться, да, поддерживать форму, тренироваться дальше к новому сезону, готовиться. Ну, уже подведем итоги и потом спланируем, что будем делать в следующем году. Хотелось бы еще раз напомнить нашим телезрителям о том, когда они могут прийти, посмотреть на игру, поболеть за свою Николаевскую команду. 11 сентября в 10 часов утра стадион, всех приглашаем 11 сентября в 10 часов утра, стадион молодежный, ТАДЮ США-5, Корабельного района. Ну, то есть удобнее найти, может, парк Богоявленский, там находится стадион. Так что всех там ждем, будет очень, да, интересно. Игра контактная, динамичная, насыщенная. Все, как говорится, 13 на 13 человек, мужиков на поле. Очень будет интересно всем посмотреть. Нам нужна ваша поддержка. И, как бы, да, хотелось бы, чтобы побольше зрителей пришло, поддержали нас. Это тоже очень важно. Спасибо вам, ребята. Напоминаю нашим телезрителям, что сегодня к нам пришел голова-чертем, президент Федерации регби в Николаевской области и танцеры Сергей Капитан регбийного клуба Корабел. Редактор субтитров А.Семкин